С початку года на Гомельщине выявлено больше, как тысяча несанкционных звалок. Практично усеяны, оперативно ликвидуются, але часто на их местах худко з'являются новые. Для больше эффективного наведения парадку на земли в областном комитете природных ресурсов и Аховы Новокольного Сяродзя створили карту, на которой фиксуются усе выявленные месты звалок. С нововведением ознайомилися наши корреспонденты. Не покидать после себя сметя люди поколь не научились. Яскравый приклад – офицейная гомельская звалка. За 50 годов ее эксплуатации сюда вывезли по разных оценках от 1 до 4 миллионов тонн отходов. Объемы сметя у звалках несанкционованных никто докладно не подлишвил, але змагаться с ними приходится постоянно. Только за два месяца текущего года органами Минприроды было выявлено более тысячи таких мест, это свалок несанкционированных отходов, и их удалено. Необходимо отметить, что за данные нарушения предусмотрена достаточно высокая административная ответственность. Это к физическим лицам до 50 базовых величин, к индивидуальным предпринимателям до 200 базовых величин и к юридическим лицам до 1000 базовых величин. Части за всю сметю выкидывают каля водоемов, покидают поблизу населенных пунктов, дачных и гаражных кооперативов. Для контроля за ситуацией экологи створили карту, на якой фиксуются все месты, где такие свалки выявляются постоянно. Проект можно назвать пилотным, пакуль карта охопливает только территорию областного центра и Гомельского района. Специалисты отсочивают ситуацию подчас объезда, а так само с допомогой фотопасток и квадрокоптеров. Мы отправляем рекомендации данному землепользователю на устранение. Там может быть срок от 3 до 5 дней. То есть нам должны они устранить, убрать весь этот мусор, свалку и дать нам ответ. Если они не дают ответ, мы едем, перевыявляем. Если там мусор все так же лежит, мы привлекаем уже к административной ответственности. Проблемы со створением несанкционованных свалок выявляются як на сельских территориях, так и у самим Гомели. Гэта гаражный кооператив по улице Кирова. Бедовочно, что наповно сотни килограммов сметия сюды пранесли мясцовые жахары. Нехты экономить на плате коммунальных послуг. У некого гэта адлюстраванья ступени культуры. На жаль, подобные приклады можно знайсти усюды. Одно с подтверждением ситуации в окол былога мини-полигона бытовых отходов каля невеликой вёске с тях працы Гомельского района. Некальки гады у тому яго закрыли, але бытовое сметия на вокал з'является постоянно. Дарыш, и до конца наступного года усе мини-полигоны повинны быть ликвидованы. Разрабатывается проекта. И согласно этого проекта выбираются вторично-материальные отходы оттуда. Потом эти отходы уплотняются, пересыпаются. И в зависимости от дальнейшего использования этого земельного участка этот полигон готовится. Если под сельскохозяйственные какие-то земли, то там определенное количество плодородного слоя засыпается. Если это под лесное хозяйство, другая технология. Спынять боротьбу с забруживанием новокольного асеродзе экологи не избираются. Але личать, что я ем, можно значно активизовать, коли до справы долучиться больше необыяковых до природы своей краины. Причем размовы идей як про организации, так и особных грамадзян. Хотелось бы, чтобы к этой работе подошли, как говорят, всем миром. То есть и службы ЖКХ, и землеустроительные службы, и службы архитектуры, да и просто неравнодушные граждане также подключились к этому вопросу. С тем, чтобы не просто там подсказали, где-то вот есть свалка, мусор, но подсказывали и кто это мусор, скажем так, создает эти свалки. С тем, чтобы конкретно, скажем так, мы могли привлечь это лицо, будь то это юридическое или физическое лицо, к административной ответственности.